Восстановлена операционная система. Я восстановил все программное обеспечение, которое находилось на предыдущей машине. Здесь мы видим те же самые архивы, плюс я перенес те объекты, которые остались после обработки первой конфигурации по умолчанию нашего продукта. Для того, чтобы подтвердить, что машина абсолютно чистая, я выполняю дополнительное сканирование. Ну, непосредственно сам комодо. Полное сканирование. Ничего не обнаружено. Hitman Pro. Последняя версия на текущий момент. Зловредности. Не обнаружено никаких модификаций. Malware Bytes Anti-Malware. Также проверялись объекты на дисках CD. Никаких угроз не обнаружено. Перед тем, как мы перейдем к рассмотрению модификаций, хотелось бы обратить внимание пользователей на один момент, который у некоторых имеется, у некоторых нет. По крайней мере на Windows 8 and 1 этот момент себя проявляет. Устанавливая на Windows 7, у меня таких вопросов не возникало. Если мы перейдем к компоненту службы, который находится в папке административной функции, панели управления, то мы здесь можем обнаружить службу, которая является BrandMauer Windows. Несмотря на то, что программа при установке автоматически отключает работу BrandMauer Windows, он находится во внерабочем состоянии, тем не менее, до ручного удаления BrandMauer Windows продолжал выполняться. То есть его служба для каких-то целей продолжала находиться в системе. Единственное, о чем необходимо не забывать. Если мы здесь отключаем службу, переводим ее в состояние отключено, из автоматического запуска, то в этом случае, после удаления программного обеспечения, BrandMauer Windows может не включаться автоматом. Поэтому вам придется данную службу вновь запускать. Теперь, что касается конфигурации, с которой мы с вами сейчас будем работать. Переходим на сайт comss.ru. Для того, чтобы не демонстрировать, каким образом настраивается продукт, и не тратить на это дополнительное время, я покажу вам статью, где подробно описывается, как подстраивается в данном случае комода Internet Security. Переходим в категорию «Бесплатные антивирусы». Переходим в категорию «Комода Internet Security Premium». Ниже вы можете наблюдать дополнительные статьи, что касается настройка работы с продуктом, переход по различным ссылкам, которые могут помочь вам в работе с этим защитным комплексом, а также можно перейти в блок о комоду. Здесь вы получите дополнительную информацию, а также возможности настраивать некоторые компоненты. Это для справки. Мы же переходим по ссылке «Настройка комода Internet Security для работы на автомате без оповещений». Открывается статья, где автор, никнейм «Диссидент», подробно описывает по пунктам, как можно настроить продукт, таким образом, чтобы он практически не задавал вам никаких вопросов и выполнял при этом максимальную защиту. Все начинается от установки, какие элементы подключаются, какие остаются, выбора сети, что делать с файлами, которые будут определены по рейтинговому сканированию, как их определить в доверенную группу, если мы, соответственно, эти файлы уже проверили, и они являются безопасными. Естественно, если будут обнаружены небезопасные объекты, то их придется удалять. Вообще, устанавливать продукт желательно на чистую систему, которая пока еще не подвергалась никаким заражениям, и вы с ней не работали. Но ситуации бывают разные. Дальше переходим к настройкам. От общих настроек, интерфейса, уведомлений, обновлений и так далее, выбираем конфигурацию. Здесь описываются две основные конфигурации, либо интернет секьюрити, либо проактив секьюрити. Проактив секьюрити более жесткая конфигурация, повышена степень безопасности. Но можно оставить и интернет секьюрити, кому так удобнее. Дальше описывается, что необходимо сделать, если мы используем конфигурацию проактив секьюрити. Все достаточно ясно и понятно. Изображение можно увеличивать. Далее, антивируса. Настройки перечисляются и описываются. Хипс настройки и описываются. Для 64-битных систем обязательно включение нижней галочки. Режим усиленной защиты, после чего понадобится выполнить перезагрузку. Далее, защищенные объекты. Здесь указан компонент, который позволяет защититься от шифровальщиков, BAT-файлов и удаления объектов. Ввести его просто так не получится. Здесь необходимо сначала ввести в исключение любой файл, потом скорректировать его на вот такую вот запись. Вопрос, двоеточие, сильда звездочка. Далее описываются защищенные файлы. Поведенческий анализ пошел. Настройка Firewall защиты. Скрыть порты. И дальше принципы работы. Создание папочки Danger, которая позволит нам работать с объектами, если вдруг есть какие-то неподписанные компоненты, и которые необходимо запускать, и мы знаем, что эти объекты доверенные, то есть они хорошие. Опять же, потом все это необходимо удалить, и просто так эту папку не использовать, о чем здесь дается предупреждение. Описывается, как эту папку можно внести в категорию доверенных, и как создать правила исключений. Здесь ниже приводятся результаты тестов, и той, и той конфигурации. Далее следует возможность загрузить готовые файлы конфигурации для импорта, кому самостоятельно тяжело все это подстраивать, и не хочется тратить лишнее время. Тем не менее, все равно я советую настройки после того, как конфигурация будет подключена, перепроверить ее работу на всякий случай. Вдруг где-то какая-то галочка не выставлена. Всякое бывает. Лучше проконтролировать все эти моменты. Также там будет вопрос с папочкой Danger, потому что она внесена в исключение и располагается в определенном пути. Она уже запрограммирована. У вас может называться по-другому. Ваша учетная рабочая запись не соответствует тому, что здесь имеется. Поэтому вам придется путь переписать. Настройки рассчитаны как на 32-битную версию, так и на 64-битную версию. На что хочу обратить внимание. Есть один момент, который может быть вам непонятен. Например, сейчас мы видим, что здесь зарегистрировано 162 вторжения. Если мы посмотрим на отчет, то выяснится, что ежеминутно появляется блокировка ARP-запроса с нашего IP-адреса на наш же IP-адрес. То есть идет проброс по протоколу, и появляется он здесь в качестве заблокированного, только потому, что мы выставляем определенную настройку firewall-защиты. Когда галочка выставляется, то появляются эти уведомления. Опять же, возможно, это будет проявляться не у всех, но у меня вот такая картина проявляется. В настройке расширенные, firewall-защита, настройки firewall, и вот здесь отключить защиту от ARP-спуфинга. Как только мы отключаем данную галочку, количество подобных вторжений исчезает, то есть их нет. Тем не менее, пока я все оставляю таким образом, как рекомендует диссидент, еще хочу обратить внимание, несмотря на то, что настройка подразумевает работу практически в автоматическом режиме, от пользователя ничего не требуется, тем не менее, есть моменты, которые могут вызвать вопросы. Если вы запускаете приложение, не подписанное, от неизвестного издателя, и не вводите его в исключение, в папочку данжер не помещаете, даже если и туда поместили, впоследствии при запуске компонентов, может произойти блокировка, не будет запускаться ваше программное обеспечение. Здесь в таком случае вам придется, если вы доверяете поставщику, либо поставщика включать в список доверенных, либо программу прописывать как доверенную, открывать ей возможности работы. В противном случае работать она не будет, ибо такова конструкция данной защиты. Выполняем контрольное обновление, новых обновлений нет, база 18744, версия программы прежняя. Выполняем распаковку архива, который содержит 2487 объектов. Вводим пароль и запускаем таймер. Начинается распаковка, мы видим сильное притормаживание в процессе, нагрузка на систему процессор 17, основной работающий файл задействован менее 3%, нагрузка незначительна, по крайней мере пока. Тем не менее, распаковка приблизительно будет выполняться 32-34 минуты по предварительным данным. Распаковано 50% архива, прошло 19 минут 53 секунды, нагрузка на систему процессора 14%, основной работающий файл 2-3%. Количество файлов в папке в настоящее время составляет 41 объект. Распаковано 96% архива, прошло 35 минут 15 секунд, нагрузка на систему процессор 10%, основной работающий файл 3%, 35 минут 20 секунд распаковка заканчивается. Открываем папку и смотрим свойства. В настоящий момент файлов 125 присутствует внутри. Ожидаем окончания процесса распознавания. Останавливаю таймер, так как угрозы больше не удаляются, объекты новые не обнаруживаются. 125 объектов так и остается. Смотрим по категориям. 62 объекта DLLL, первый блок EXE объектов 39, второй блок 24. Переносим файлы с третьего блока во второй. Получается 63 объекта запускаемых. Выполняем дополнительное принудительное сканирование. Продолжаем учет времени. Начинается обнаружение зловредных объектов. Заканчивается сканирование, останавливаю таймер, было обнаружено 5 угроз. Выполняем обезвреживание. Обезвреживание выполняется быстро, поэтому я таймер не запускаю. Давайте посмотрим сколько всего объектов. 120 объектов остается в папке. 62 DLLL и 58 запускаемых. Выполняем еще одно сканирование из самой программы. Указываем путь к нашей папке. И запускаем таймер. Долго ждать не приходится. Объекты были обработаны достаточно быстро. 100%. Все объекты безопасны. Всего было обнаружено и удалено 2367 объектов. При создании архива оставшихся объектов, которые я переименовываю в 120, по количеству объектов, которые остались, никаких предупреждений не последовало. Давайте посмотрим свойства. Архива 120 объектов внутри. То есть, наша программа зловредными оставшиеся файлы не считает. Располагаем данный объект на рабочем столе, рядом со 136 объектами, которые остались после сканирования с настройками на умолчании. Теперь выполняем проверку оставшихся объектов сторонними сканерами. Hitman Pro проверяет DLLL объекты. Было обнаружено 60 зловредных среди присутствующих. Trajan, Riskvary, Virus, Virut. Применяем ко всем удаление. Осталось два объекта. Сканируем их Malway Bytes. Malway Bytes зловредности в них не находит. MCSoft Emergency Kit среди двух оставшихся объектов видит в обоих зловредность высокого риска. Вариант Grafter и вариант Seraph. Удаляем. И в папке ничего не остается. То есть, все объекты, оставшиеся, были зловредными. Теперь проверяем папку с исполняемыми экзо-объектами. Hitman Pro считает зловредными 53 объекта. Применяем ко всем удаление. В папке остается 5 объектов. Сканируем их Malway Bytes. Программа находит 3 зловредных файла. Потенциально нежелательный. Trajan Agent. Удаляем. В папке остается 2 объекта. И выполняем сканирование MCSoft Emergency Kit. В данных объектах программа находит зловредство. Вариант Магания и файл без риска, но тем не менее является инсталляционной утилитой, которая может без ведома пользователя интегрировать дополнительные компоненты, которые потом придется удалять. Удаляем обнаруженные компоненты. И в папке ничего не остается. Таким образом, все объекты, которые мы распаковывали, были зловредными. И те, которые остались в той или иной степени, тоже являются зловредными. Распаковываем второй архив, который содержит 35 бат вирусов. Вводим пароль. Распаковка выполняется медленнее. Открываем папку. Смотрим. Сейчас здесь присутствует 25 объектов. Выполняем дополнительное принудительное сканирование нашим защитным комплексом. Зловредство не обнаружено. Проверяем из самой программы. Зловредство не выявлено. Проверяем оставшиеся объекты сторонними сканерами Hitman Pro. В 25 оставшихся файлов зловредности не наблюдает. Маловая Байц. Среди оставшихся объектов зловредность не видит. MC Soft Emergency Kit находит дополнительно 6 объектов, которые считает зловредными высокой степени риска различных наименований. 25 объектов упаковываем в архив. В процессе упаковки никаких вопросов не задавалось. Проверяем количество файлов в упакованном архиве 25. Ни один из объектов больше не удалялся. Теперь давайте проверим. Попробуем распаковать 136 объектов, которые остались после первой проверки. И выясним, сможет ли наш антивирус добрать оставшиеся объекты до 120. То есть, включились ли в новые базы те объекты, которые ранее были неизвестны. Вводим пароль. Выполняется распаковка. Точно так же с замедлением. Проверяем остаток. Остается 120 файлов из 136. Что касается нагрузки на основные процессы, то максимальный пик виртуальной памяти составляет 544.39 мегабайта во время всех видов сканирования основного работающего файла. Пиковая рабочая нагрузка на физическую память составила 335.47 мегабайта. Переходим к процессу просмотра только зловредных, неизвестных и проверяемых объектов. Для того, чтобы видеть, что происходит в памяти. Открываем оставшиеся объекты. Распаковываем архив 120. При распаковке объекты также перепроверяются, несмотря на то, что данная категория файлов уже проверялась. Просто сам процесс распаковки вынуждает программу более качественно проверять все, что распаковывается. DLL-объекты в количестве 62 я удаляю, потому что запустить их мы не сможем. По крайней мере для этого понадобится специальное программное обеспечение. Нам хватит и тех объектов, которые являются запускаемыми по умолчанию. Здесь таковых 58 из двух собранных папок. Давайте приступим к запуску. Объект номер 8. Запрещен доступ, невозможно запустить. 74. Блок. 83-й блок. 86-й. 132-й. 143-й. 150-й. 169-й. 254-й. 270-й. 286-й. 320-й. 335-й. 396-й. 496-й. 431-й. 481-й. 592-й. 679-й. 723-й. 747-й. 789-й. 807-й. 884-й. 923-й. 952-й. 982-й. 992-й. 1026-й. 1041-й. 1105-й. 1150-й. 1140-й. 1150-й. 1158-й. 1201-й. 1243-й. 1379-й. 1415-й. И объекты второй группы. Второй. 1420-й. 1472-й. 222-й. 24-й. 34-й. 39-й. 40-й. 44-й пытается установиться, скорее всего у него имеется цифровая подпись Инсталлятор подвисает Продолжаем запуск, может быть какие-то действия будут выполнены, надо подождать 45-й блок, 46-й, 60-й, 108-й, 182-й, 257-й, 275-й, 310-й, 539-й, 588-й, 629-й И последний 635-й, таким образом фактически стартовать удалось только одному объекту И то благодаря тому, что у него была соответствующая цифровая подпись, которая разрешила ему запуститься Давайте просканируем объект Hitman Pro Зловредности в нем Hitman не видит, что скажет Malvae Bytes Тоже никакой зловредности в данном объекте не обнаружено Выбираю все имеющиеся объекты и пытаемся их удалить Пропускаем только те, которые удалить нельзя Это один файл, который и пытается у нас выполнить действие MCSoft Emergency Kit говорит нам о том, что это объект, который является минимальной степени риска Практически без риска, инсталляционная утилита, которая инсталирует дополнительное программное обеспечение Win32 По данным VirusTotal данный объект считается зловредным 5 двигателями с 54 Файл уже проверялся, давайте еще раз перепроверим Посмотрим динамику, уменьшилось количество двигателей или увеличилось DrWeb считает его рекламной утилитой A2 EsetNote Win32 Toolbar Panda, потенциально нежелательное приложение Vibe И пятый двигатель Avast Win32 Malvagen Так и остается 5 двигателей из 54 Тем не менее, программа так и не отвечает Никаких реакций нету Видимо, что-то пошло не так и она зависла Пробуем закрыть программу Программа закрывается и в памяти от нее ничего не остается Сканируем компьютер Hitman Pro Ну в принципе и так понятно, что в системе ничего не должно быть По той простой причине, что все объекты, которые мы запускали Фактически запуститься не смогли ввиду жесткого ограничения Которое поставлено программой на доступ стороннего программного обеспечения Если бы эти объекты располагались в каких-либо директориях дополнительных Которые мы разрешили на исполнение То вполне возможно распаковаться они и смогли бы Но запуститься им тоже бы не удалось Потому что цифровых подписей у этих файлов нет То, что мы сейчас видим, обнаруживается Это остатки темповых объектов Обнаруженные раньше угрозы в карантине присутствующие Заканчивается сканирование Никаких угроз внутри системы не обнаружено Давайте посмотрим, оставил ли что-то зловредный объект на диске C Куда он пытался интегрировать объекты Действительно, папка такая существует Файлы распакованы, но они не запускались Тулба helper Давайте попробуем запустить компонент Internet Explorer Смотрим на отстройки Он себя прописал в WebNews, но является недоступным То есть в принципе программа как бы установилась Ее нужно подчищать Второй этап нашего тестирования более опасный Я открываю папку с 25 объектами Которые являются БАТ-вирусами От простых до более сложных Программа настроена так и гарантирует нам защиту от данного вида объектов То есть если они не находятся в разрешенной директории Которую необходимо блокировать и удалять на крайний случай Чтобы она себя не проявляла никаким образом То эти объекты согласно настроек должны быть блокированы Давайте посмотрим так ли это Первый БАТ Бесконечное открывание Pint Запустить невозможно Вирус полностью блокирует систему при запуске Блок Выключается компьютер Блок Добавляет в автозагрузку данные Блок 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 Ни один из BAT файлов запустить не представилась возможным. Таким образом, можно сделать вывод, что фактически, используя настройки от Dissident, мы можем гарантировать безопасность компьютера на максимальном уровне. Единственным неудобством, которое может быть для пользователя, это работа с программами, не подписанными, либо с модификациями каких-то имеющихся программ, но не имеющих цифровых подписей. В этом случае вам придется, если вы доверяете программе и проверили, заносить ее в список доверенных. Если вы работаете исключительно с лицензионным программным обеспечением, у вас нет никаких дополнительных компонентов, которые бы требовали наличия подписи, то, я думаю, проблем с работой компьютера у вас никаких не будет. Защита гарантирована в этом случае на высоком уровне. Хотелось бы сказать слова благодарности Dissident за проделанную работу. Настройки действительно функционируют. Мне понадобилось 5 минут для того, чтобы подключить готовый подготовленный файл и перепроверить эти настройки для себя, а также выполнить некоторые корректировки по папке запуска. Скажем, больше времени у меня ушло просто на сравнение настроек, чтобы везде все было корректно. Данная модификация позволяет максимально избежать зловредных поползновений в системе, при этом не создавая никаких сложностей в работе. То есть, все легальные программы, с которыми я работал, запускались без проблем. Еще один тест. Третий вариант настроек. В данном случае я использовал опыт нескольких пользователей. Выбрал то, что мне показалось наиболее приемлемым. Система работает без автоматической песочницы. Антивирусы Firewall. Что касается уровня работы антивируса, то он работает в кумулятивном режиме для того, чтобы экономить ресурсы системы. Не давать столь обширную нагрузку на каждую операцию. Тем не менее, здесь возможны варианты. Можно выбрать сканирование по доступу. Что касается Firewall защиты, то она работает на автомате в безопасном режиме. Hips также работает в безопасном режиме, но на ручном управлении. Что касается настройки самого Firewall, то порты находятся в скрытом состоянии и выбран вариант блокировать входящие соединения все. Почему я отказался от варианта оповещать о входящих соединениях, хотя он возможно для профессионала был бы более удобным. Потому что здесь есть некоторые особенности в работе продукта, когда в некоторых моментах возможно автоматическое разрешение входящих соединений, несмотря на то, что выставлено оповещение. Справили в настоящее время эту проблему или нет, я не знаю. Поэтому выставляю блокировать входящие соединения полностью. Для кого-то этот вариант не подойдет. Переходим к расширенным настройкам. Извещения отключаются, показывать информационные сообщения выставляем. При запуске показывать приветствие убираю, показывать виджет оставляю, показывать информационные сообщения, когда окна задач свернуты, выставлено. Звуковой сигнал я отключаю для стандартной работы. В домашних условиях лучше оставить для того, чтобы звук сразу привлекал ваше внимание к той или иной проблеме. Как правило, лучше, чтобы и визуально и звуком оповещения сопровождались. Тем не менее, здесь таких оповещений может быть много, поэтому я для теста его отключаю. Парольная защита тоже для каждого по усмотрению. Обновление я перевожу на 1 час, но это мое решение. Можно оставить 6 часов, можно 3. Каждый для себя определяет самостоятельно, как ему было бы лучше. Просто, насколько я заметил, во время работы комода может продолжительное время не обновляться. Потом обновления идут друг за другом буквально в течение нескольких часов. Поэтому лучше, чтобы осуществлялась проверка и, соответственно, будут быстрее подключаться новые базы сигнатур. Автоматически загружать обновление программы оставляем. Выставляю галочку «Не проверять наличие обновлений при работе от аккумулятора». Введение журнала переключаю на перенос журнала на диск D. Можно выбрать любую директорию по усмотрению. Анонимная статистика отправляется. Конфигурация переведена на режим «Проактив». Это более качественная защита. Настройки. Антивирус. Монитор. Здесь мы работаем в кумулятивном режиме. Формировать кэш. При запуске компьютера сканировать память. Не показывать оповещение. Выполнять блокировку. Это может сократить время. Опять же, зловредные объекты, которые находятся на каких-то носителях, просто будут блокированы и не будут перемещаться либо удаляться. Возможно, понадобится пользователю, чтобы объекты остались на своих местах. Разархивировать и сканировать файлы. Здесь я добавляю расширений. Максимальный размер файла для сканирования на горячую я оставляю 70 мегабайт. Максимальный размер скрипта 10. Уровень евристики средний. Ну и искать потенциально нежелательные приложения. Виды сканирований. Быстрое сканирование оставляю на умолчание. Что касается полного сканирования, то здесь опции немного видоизменяются. Облачное сканирование я не включаю, потому что он затрачивает больше по времени работы. Автоматические действия тоже. Но включаем уровень евристики средний. Максимальный размер файла для обработки 50 мегабайт, не больше. Приоритет сканирования ставлю на высокий, чтобы обработка выполнялась быстрее. Ну и график я программирую на конкретные сутки раз в месяц. Ну и выставляется галочка сканировать, если компьютер не работает от аккумулятора. Это для переносных компьютеров актуально. Добавляется собственный вариант сканирования. Тоже памяти все области компьютера. Разница заключается в чем? Здесь подключаются облачные технологии, которые замедляют работу сканера, потому что идет проверка объектов через облако и это тратит дополнительное время. Уровень евристики средний и здесь проверяются уже все файлы, в том числе и большие. Поэтому эту проверку лучше проводить тогда, когда есть время и выполнять его подконтрольно пользователем. Приоритет сканирования также высокий. Обновлять базу, поиск потенциально нежелательных. И здесь графика нет. Задача также будет выполняться в том случае, если мы не работаем от аккумулятора. Исключение я оставляю на умолчании. Можете добавлять сюда дополнительные объекты. Защита плюс. Хипс. Настройки. Включаем хипс. Безопасный режим. Настройки мониторинга. Все на максимум. Не показывать оповещение. Не включаем. В оповещениях предоставлять подробные пояснения. Создавать правила для безопасных. Отключается. Время показа оповещений выставляем на 300 секунд. Расширенные настройки. Здесь все отключается. Оставляем только включить режим усиленной защиты, так как работаем в 64-битной системе. Если будет 32-битная система, то здесь галочку выставлять не надо. Опять же, адаптировать режим работы при низких ресурсах системы. Эта галочка выставляется для тех, у кого ресурсы системы ограничены. Всем остальным лучше здесь галочку не ставить. Правила хипс. Здесь они формируются автоматически. Изначально продукт был установлен в режиме работы интернет-секьюрити на умолчании. То есть, как это все выполняется по стандарту при установке продукта. После этого я дал программе возможность проверить компьютер полностью. Поработать с теми объектами, которые известны. Исходя из того, что настройки на умолчании доверять поставщикам и так далее. То есть, здесь уже сформировались определенные компоненты, которым программа доверяет. Ну, а некоторые компоненты идут на запрос. Набор правил. Здесь выносится некоторое изменение в два компонента. Это изолированное приложение. Ограниченное приложение. В чем заключается суть? Мы ищем компонент защищенной файлы и папки. Здесь выставляем пункт разрешить. А также переходим в исключение и здесь добавляем в параметр заблокированные файлы ряд компонентов. В том числе и свою папку или диск, видеоматериалы, фотографии и так далее. Здесь указывается, перечисляются вот эти компоненты. Автозагрузка, важные файлы и папки, файлы и папки комоду, исполняемые файлы, утилиты управления Windows, драйверы протоколов сторонних разработчиков, сокеты Windows и наша папка. В расширенные файлы и папки здесь убираются, если есть что-то дополнительное, остаются только временные файлы. Изолированные приложения то же самое. Защищенные файлы и папки разрешить. Здесь изменяем. Разрешенные ничего нет, заблокированные, перечисляем все то же самое. Защищенные объекты. Здесь все остается на умолчании, как оно и было. Добавляем компонент звездочка. Сначала добавляем любой файл, потом переводим его в такое состояние. Чем отличается настройка от предыдущего варианта? Здесь охватывается больший круг возможных вариантов доступа. Тем не менее, здесь остается на усмотрении пользователя. Если вас это не устраивает, вы можете использовать набор предыдущий. Я попробовал этот набор и в принципе считаю, что все обосновано, учитывая те виды изменений, которые вносятся в правила. Также дополнительно прописываю свою папку, хотя это не обязательно. Заблокированные файлы, ключи реестра, комминтерфейсы на умолчании. Папки с защищенными данными от виртуальных систем. Сюда я на всякий случай вношу папку, где хранятся наши личные данные, чтобы в случае запуска песочницы зловред не мог увидеть эту папку и добраться до нее, скажем так. Это страховка. Поведенческий анализ. Отключаем. Работать sandbox. Автоматика не будет выполняться. Обнаруживать программы, требующие повышенных привилегий. Показывать оповещение, если требуются повышенные привилегии. Не блокировать файлы из списка исключений. Если надо, исключения вносим, но сейчас они отключены. VirusCop отключаем. Расширенные настройки выставлены. Обнаруживать shellcode. В случае, если у вас имеется компонент алкоголь и вы работаете с ним, то сюда надо его включить. В противном случае он не сможет работать корректно. Sandbox. Здесь все остается на умолчании, ничего не видоизменяется. Настройки файрвола. Оставляем безопасный режим работы. Мы переводим его работу на режим без уведомлений, но выставляем блокировку запросов. Таким образом, есть вероятность того, что некоторые программы будут просто автоматически блокироваться и не выходить в сеть. По ряду причин. Таковой причиной может являться то, что компонент является не внесенным соответствующей базы к моду. Если такое произойдет, то пользователю придется принудительно прописывать разрешение для того или нового приложения. Ну, в общем-то, каждый здесь выбирает сам, как работать ему лучше с файрволом. Я выбрал такой режим работы, более автоматический, без запросов. Но, опять же, для профессионала будет удобно работать с пользовательским набором правил. Автоматически обнаруживать частные сети оставляю. Показывать оповещение. TrustConnect отключаю. Показывать анимацию на значке. Оставляем. Создавать правила для безопасных приложений. Выставляю автоматически. Уровень частоты оповещения не включается. Время показа тоже. Включаются все защитные компоненты, которые здесь присутствуют. От фильтрации IPv6 до включить защиту IRP спутинга. Правила для приложений. Здесь некоторые приложения в ручном режиме. Выбрано разрешение либо блокировка. Системные отработаны уже. Глобальные правила автоматически выставляются после выбора безопасного режима. Наборы правил. Здесь все на умолчании. Сетевые зоны. Сеть общего доступа здесь наблюдается. Чтобы получить сеть общего доступа, мне пришлось помучиться. Опять же, непонятно почему. После установки на чистую операционную систему Windows 8.1 я попробовал пять вариантов. Пять систем я восстанавливал. Абсолютно разных. Это и конфигурация Pro, и конфигурация Enterprise. Без установки каких-либо обновлений и с обновлениями. Различный вариант. У меня разные операционные системы законсервированы. После установки продукта, если сеть установлена была, то того, как восстанавливалась система, почему-то комода Internet Security автоматически не находит сеть общего доступа, то есть сетевую зону. Для того, чтобы заставить комоду ее увидеть, при установке инсталляции мне пришлось выключить модем, отключить сетевое соединение. Причем необходимо выдержать данное отключение вплоть до перезагрузки машины после инсталляции. Программа попытается сделать обновление, подключить базы данных. Естественно, у нее это не получится. Потом появится уведомление о необходимости перезагрузки. Вы перезагружаете машину, она перезагружается, и только после этого, после старта продукта, даете разрешение подключиться сети. В этом случае сеть обнаруживается, появляются соответствующие уведомления о выборе сети. Выбираем сеть общего доступа, то есть небезопасную сеть в кафе, барах и так далее. Только после этого сеть здесь появляется. Я пошел дальше. Я переключил после того, как сеть была найдена, конфигурацию в общих настройках на интернет security. Конфигурация применилась, выполняю перезагрузку, компьютер стартует, сети нет. То есть опять зона не определена. Пришлось вновь все закрывать, выключать, перезагружать машину, включать после этого сеть, и опять происходило автоматическое обнаружение сетевой зоны. Опять же, это касается исключительно Windows 8 and 1 в 64-битном варианте. В прочих системах у меня таких проблем не возникало. Правда, вот что касается Windows XP, там тоже наблюдалась странность. Почему-то после установки продукта и плановой перезагрузки продукт больше не стартовал. Появилась информация о том, что агент запуститься не способен. Попытка восстановить продукт, к сожалению, эта операция не нашла ошибок в работе продукта, и так он запуститься и не смог. Так что прошу обращать внимание, если после установки продукта принудительно не появляется таблица о выборе сетевой зоны, перейдите в настройки фаервола, посмотрите, есть ли здесь у вас ваша сетевая зона. Не лапбэк зона, а дополнительная сеть. Если такой сети нет, продукт будет работать, также выполнять свои функции, но все-таки рекомендуется сеть такую обнаружить, для того, чтобы все работало корректно. Наборы портов, здесь все по умолчанию. Контент фильтр. Здесь я его тоже оставляю, хотя некоторые пользователи рекомендуют его отключать. Качество работы данного контент фильтра оставляет желать лучше, по крайней мере в процессе перехода по различным сайтам, фишинговым сайтам, я ни разу не увидел сработку данного фильтра. Но, тем не менее, продукт совершенствуется, возможно, вы перейдете на сайт, который будет подлежать категории блокировки и тем самым предупредит вас о опасности. Поэтому я и оставил этот вариант работы. Рейтинг файлов. Настройка рейтинга. Я отключаю доверие подписанным приложениям. Этим, в принципе, конфигурация и отличается от предыдущей, когда все было построено на доверии подпискам. Здесь такого нет, здесь подпискам не доверяется. Доверенные приложения уже были определены автоматически в ходе работы продукта. Неопознанных нет, отправленных нет. Доверенные поставщики перечисляются, но они сейчас не работают. Приступаем к распаковке архива. Вводим пароль и запускаем таймер. Выполняется распаковка. Выполняется она быстро. 19 секунд архив распакован. Открываем данные папки. Здесь 405 объектов. И начинается предупреждение. Вредоносное программное обеспечение остановлено. Скрываю оповещение. Здесь 1416. И мы видим, что все эти объекты без значков находятся в состоянии блокировки, насколько я понимаю. И здесь некоторые объекты. 666. Вот они сейчас открываются. К некоторым доступ есть. К некоторым доступа нет. Всего находится 2487 объектов. Ровно столько, сколько и необходимо было распаковать. Теперь выполняем принудительную проверку. Продолжаем учет времени. Потому что объекты здесь в принципе удаляться и не должны. Они должны быть заблокированы. Включается процесс сканирования и обнаружения угроз. Продолжаем учет времени. Нагрузка на систему. Процессор 30%. Основной работающий файл. Кав. Випи. Экзо. 10%. Обработана 30% объектов, находящихся в папке. Нагрузка на систему. 46% на процессор. И 27% на основной работающий файл. Обнаружено 1024 угрозы. Продолжается процесс обнаружения. Прошло 3 минуты 30 секунд от начала распаковки. Обработана 70% в папке. Обнаружено 1857 объектов. Прошло 5 минут 40 секунд. Нагрузка процессора 27. Основной работающий файл 7%. Заканчивается процесс определения угроз. Останавливаю таймер. Отказываюсь от помощи. Прошло 7 минут 18 секунд. Было найдено 2396 угроз. Предлагается ко всем выполнить операцию обезвредить. Мы можем выбрать из списка пропустить, добавить в доверенное, сообщить о ложном, добавить в исключение. Ну и естественно, что мы оставляем обезвреживание обнаруженных зловредных объектов. Применяем выбранные функции. Останавливаю таймер. Общее время, затраченное на все действия от момента распаковки, 9 минут 20 секунд. Нагрузка падает. Процессор 12. Основной работающий файл менее 3. Давайте посмотрим количество объектов в папке. Сейчас здесь остается 133 объекта. Среди них 56 объектов DLLL. Первый набор EXO объектов 52 файла. И второй вариант дополнительный 25. Теперь выполним проверку этих же объектов и самой программы с учетом необходимых подстроек. Начинается процесс сканирования указанной папки. Процесс заканчивается. Дополнительно было обнаружено 12 угроз. Обезвреживаем. Операция выполняется быстро. Объекты были обезврежены. Проверяем количество оставшихся файлов. Сейчас в папке остается 121 объект. 56 DLLL. 41 EXO. И второй набор 24. Объединяю запускаемые наборы и выполняю архивацию 121 объекта. Устанавливаю пароль. В процессе выполнения архивации один объект был заблокирован, так как он является зловредным, и в архив поместить его не представилось возможным. Таким образом, если посмотреть свойства архива, сейчас здесь содержится 120 объектов, что совпадает с последним проведением сканирования предыдущего варианта настроек. Что касается нагрузки на основной работающий процесс CAF VP EXO. Данный компонент использовал виртуальную память на пике 523.63 мегабайта. Физическая память пик рабочего набора 336.08 мегабайта. Из 56 зловредных объектов в папке DLLL Hitman Pro находит 52. Применяем ко всем удаление. Остается 4 файла. Малва и байтс угроз среди оставшихся не находит. Дополнительно MCSoft Emergency Kit находит 2 зловредных объекта. Удаляем. В папке остается 2 файла, которые в настоящее время зловредными не считаются ни одним из сканеров, которые я использовал. 2 дня назад данные объекты зловредными считались. Изменились какие-то условия. В общем-то в настоящее время эти объекты таковыми не являются. Можно попробовать перепроверить их через VirusTotal. Сканируем второй каталог. Hitman Pro. Обнаружил 48 зловредных объектов. Применяем ко всем удаление. В папке остается 17 файлов. Проверяем маловая байтс. Программа находит 4 опасных объекта. Троян, потенциально нежелательный объект и еще 2 объекта Троян Агент. Удаляем обнаруженные объекты. Остается 13 файлов. 2 объекта MCSoft Emergency Kit считает зловредными из оставшихся. 1 инсталляционный тул БА, который риска не имеет. Удаляем. В папке остается 11 файлов, которые в настоящее время зловредными не являются. Ни наш защитный продукт их уже не определяет как зловредными, ни дополнительные сканеры. Выполнялась проверка оставшихся объектов на VirusTotal. Мы видим, что здесь часть компонентов зловредность свою не подтверждают. 5 объектов являются зловредными, но с небольшим количеством двигателей. 3 двигателя, 2 двигателя, 4, 2 и 1. Таким образом, можно считать, что объекты фактически не зараженными в настоящее время являются. Что касается БАД вирусов. Папка распакована. 35 объектов внутри. Реакция на объекты отсутствует. Выполняем сканирование. Обнаружено 10 угроз. Обезвреживаем. Остается 25 файлов. Переходим к запуску оставшихся файлов. Для этого я запускаю KillSwitch для отображения только зловредных, неизвестных и проверяемых объектов. Выполняем запуск. 8 объект. Предупреждение защиты плюс. Пытается модифицировать защищенный файл или директорию. Блокируем. 74. Получить доступ к защищенному интерфейсу. Блок. 83. К защищенному интерфейсу. Блок. К защищенному интерфейсу. Блок. Модифицировать защищенный файл или директорию пытается объект. Блокируем и закрываем. Доступ к защищенному интерфейсу. Блок. Выполнить верфолт экзе. Блокируем. Доступ к защищенному интерфейсу. Блок. Блокнот. Пытается установить глобальный хук. Блокируем и закрываем. 254. Выполнить верфолт. Блок. Блок. Доступ к защищенному интерфейсу. Блок. 320. Доступ к защищенному интерфейсу. Блок. Блок. 335. Блок. Блок. 385. Модифицировать защищенный файл или директорию. Блок. 390-й пытается установить глобальный хук Блок 396-й получить доступ к защищенному интерфейсу блок 422-й пытается создать новый файл или директорию Действие подозрительное, хотя для инсталлятора вполне нормальное Разрешаем данное действие А вот дальше идет получение доступа к защищенному интерфейсу Здесь также надо смотреть, куда и как пытается программа установиться и кого модифицировать В любом случае объекты необходимо перепроверять в этом случае Дальше деятельность программы я блокирую 431-й объект Доступ к защищенному интерфейсу Блок 481-й Аналогично Блок 592 Блок 723 Пытается создать новый файл или директорию Смотрим в темпе DLL объект Но он пытается распаковаться для того, чтобы устанавливаться Здесь каждый решает для себя продолжать данную функцию Дальше проверять этот файл перед тем, как продолжать или блокировать В данном случае я блокирую выполнение данного объекта 747-й Новое приложение, которое не было опознано Приложение пытается выполнить другой объект Надо его перепроверять В любом случае я блокирую Модифицировать защищенный файл или директорию Блок Пытается создать новый файл или директорию Инсталлятор Сетап в темпе Разрешаем Пытается модифицировать защищенный файл или директорию Блокируем Новый файл или директория В роуминге Microsoft Блокируем Надо проверять 884-й объект Доступ к защищенному интерфейсу Блок Здесь невозможно запустить отсутствует DLL Пытается установить глобальный хук Блокировка 982-й объект Доступ к защищенному интерфейсу Блок Доступ к защищенному интерфейсу Блок Аналогично 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 В темпе пытается распаковать объект для инсталляции Разрешаем Создать новый файл или директорию Смотрим путь Microsoft Своя директория И файл идет exe-log В общем-то здесь надо смотреть Естественно я блокирую эту деятельность Надо проверять файл отдельно Невозможно запустить на данном компьютере Доступ к защищенному интерфейсу Блок Пытается выполнить сторонний объект Блок Не запускается 12.43 Выполнить сторонний объект Пытается приложение Блокируем 13.24 14.03 Переходим ко второй группе приложений Глобальный хук Блокировка Шестой файл Доступ к защищенному интерфейсу Блок Модификация Блок Седьмое приложение Новый файл или директорию пытается создать В темпе msoc.exe Похож на системный Подделку Блок Доступ к защищенному интерфейсу Блок Восьмое Доступ к защищенному интерфейсу Блок Модифицировать защищенный файл или директорию Блок Следующий 22.0 Доступ к защищенному интерфейсу Модифицировать защищенный файл или директорию пытается распаковаться в темпе. Следующий объект. Доступ к защищенному интерфейсу. Блок. Модификация. Попытка распаковаться в темпе. Следующий объект. Создать глобальный хук. Блок. Блок. Пытается распаковаться в темпе. Разрешаем распаковку. Пытается выполнить объект. Приложение нераспознанное, неизвестное. Блокируем. Следующий объект тоже самое. Сначала распаковка. Теперь попытка выполниться. Модифицировать защищенный файл или директорию. Далее. Интернет энд веб инсталла. Запускается. Пытаемся выполнить. Приложение зависает на 67 процентах. 45 объект. Доступ к защищенному интерфейсу. Блокируем. 46. Блок. 60. Блок. 108. Хук. 182. Создать новый файл или директорию. Блок. Хук. Блок. 246. Глобальный хук. Блокируем. 247. Хук. Блокируем. 275. Доступ к защищенному интерфейсу. Блок. 310. Доступ к защищенному интерфейсу. Блок. 588. Блок. Файл или директория. Блок. 629. Доступ к защищенному интерфейсу. Блок. Модификация. Иннет кэш. Блок. И последний объект в данной операционной системе запуститься не может. Здесь у нас идет зависание. Пытается получить доступ к файлу темпа. Блокируем. И закрывается это приложение. Теперь пробуем удалить все то, что мы здесь запускали. Все объекты удаляются. Ни одного не остается. Работающих компонентов нет в принципе. Теперь пробуем запустить файлы из категории BAT вирусов. Первый объект пытается выполнить conhost.paint.bat. Блокировка и закрытие. И вирус полностью блокирует систему. Пытается выполнить conhost.exe. Это неизвестное приложение пытается выполнить conhost.exe. Надо в любом случае его проверять. Смотреть, что оно там пытается выполнить. Блокировка. То же самое. Блок. Добавить автозагрузку. Блокируем возможность выполнения. Ну в общем-то все программы будут реагировать одинаково. Попытка запустить conhost.exe и выполнить команды. Прежде чем это делать, необходимо проверять, что здесь запрограммировано. Какие команды несут себе эти объекты. В общем-то запустить просто так эти объекты не удастся. Необходимо будет получить разрешение на их выполнение. Мы видим, что у нас здесь в принципе все чисто. Навряд ли какие-то объекты будут находиться где-то. Разве что в темпе, который я разрешал распаковываться. Заканчивается сканирование. Был обнаружен только один объект. Update. Local temp в администраторе. Setup.exe объект, который мы разрешили распаковаться, но инсталлироваться запретили. Это не вирус, а рекламный компонент, который там остается и навряд ли будет когда-либо запущен. Если же будет запущен, то появится соответствующее предупреждение. В общем-то можно констатировать факт, что зловредных объектов в системе нет. Вы видели по состоянию запуска, мы все блокировали, реакция была на все поползновения, которые осуществляются. И в принципе результат соответствующий, ничего не запустилось. Если бы я давал разрешающие команды на неизвестные приложения, то допускаю тот факт, что зловредные объекты могли распространиться в системе. Но таковы настройки. И таков принцип работы с данным продуктом. Если учитывать еще тот факт, что Firewall работал на автомате, если бы он работал на ручном управлении, то запросов было бы гораздо больше. Исходя из проделанных тестовых мероприятий, хочется сказать следующее. Вариант, который остается заводской на умолчании, подойдет для большинства пользователей. Потому что он сочетает в себе и возможность виртуализации, и возможности блокировки, и возможности практически беззапросно работать в системе, что для большинства пользователей будет важным. Если вы хотите повысить уровень защиты, то второй вариант, который предлагает диссидент, уже отработанный им, проверенный, он является конечно очень мощным инструментом. И я бы скорее всего остановился на его работе. По сравнению с предыдущими версиями продукта, компоненты настроек совершенствуются. Седьмая версия является логическим продолжением версии шестой, где усложняются настройки, добавляются некоторые компоненты и начинается процесс совершенствования. Несмотря на все положительные моменты, хотелось бы также отметить, что есть ряд непонятных вопросов, по крайней мере в работе с Windows 8 and 1 на 64-битной системе. Не всегда определяется зона сетевая, зачастую приходится отключать сетевые устройства для того, чтобы сеть определилась, выполнять перезагрузку компьютера, в общем-то выполнять дополнительные действия, которые ранее ни на одной операционной системе я никогда не выполнял. Продукт устанавливался в том же режиме и сразу же находил сетевую зону без каких-либо проблем. В заключении хотелось бы сказать, что продукт развивается, это не окончательная версия, компоненты будут совершенствоваться, возможности будут расширяться и соответственно возможности работы для пользователя будут предоставляться более широкие. А дальше все зависит от нас, сможем ли мы изучить продукт настолько, чтобы создать удобное место рабочее для себя, либо кто-то из пользователей поможет нам в этом, разработает таковую систему. В настоящее время есть альтернативные настройки, которые действительно позволяют пользователю без каких-то глобальных затрат получить качественную защиту. На этом все, с вами был Настромо771, спасибо за внимание, до свидания.